Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите Живое ТВ в эфире программы «Театр наизнанку» и я ее ведущая Каэля. Сегодня я хочу познакомить вас с молодым кинорежиссером Сариком Адриасяном. Здравствуйте! Вы ученик Юрия Грымова. Ну, было дело, да. Имя мастера как-то повлияло на ваше подвижение на режиссерском поприще? Не, ну, понятное дело, что я видео, когда спрашивали про образование, я называл, у кого я учился, у кого-то это вызывало раздражение, а кто-то просто говорил, типа, ну, там, молодцы, кому-то нравилось. То есть, ну, это реакция по-разному, смотря, как человек относится к тому человеку, да. То есть, ну, в принципе, хуже от этого меня не стало точно. Может, наверное, лучше стало, не знаю. Я не жалуюсь. Короче, нормально всё. Вы сейчас закончили работу над своим уже вторым фильмом «Лопухи». Да. Первый был 45 см. Был. А вообще, как появился вот этот самый первый проект? Ну, всё дело в том, что я написал сценарий к нему, отдал почитать своему знакомому, который был оператор. Ну, как бы он вообще просто был оператор. И он тоже переслал к какому-то своему знакомому. Ну, такой сарафан пошёл, всем начал нравиться этот сценарий. И объявился человек, который мне позвонил, сказал, вот, мол, нам нравится то, что написано, мы хотим это снимать. Ну, и понятное дело, что я пошёл на встречу, сказал, знаете, я хочу снимать. Он сказал, а вы кто? Я сказал, ну как, я не кто, но я хочу снимать, то есть я режиссёр по образованию. И как-то так мы начали разговаривать про то, как я себе это вижу, то есть я сказал, что так и так и так, то есть они кивнули головой, ну и пошёл процесс, то есть мы там начали готовиться, а потом уже и сняли. Ну, сейчас на стадии постпродакшена, в смысле там монтаж, цветокоррекция и прочее, да, ждём, наверное, в следующем году, я думаю, к концу следующего года это должно как-то объявиться, потому что сейчас уже резону нет, финансовый кризис, всеми любимый. На финансовый кризис мы потом поговорим. Да, да, это отдельная тема, поговорим. Вот с 45-ю было так, то есть. А вообще, насколько тяжело молодому начинающему режиссёру получить свой первый проект, пробиться на кинорынок? Ну, я не знаю, честно, думаю, что это индивидуально все, потому что, ну кому-то везёт, кому-то нет, ну реально, кто-то там снимает в 22, в 23 полнометражные фильмы, то есть кто-то и в 40 только начинает. Это, просто мне кажется, что если мы говорим именно о кинорынке, как о каком-то кинобизнесе, да, то, что мы смотрим в кинотеатрах, это же исключительно коммерческие фильмы, да, заточенные под аудиторию, под молодёжь, да, то есть. И поэтому, если человек приходит в кинематограф, чтобы сказать что-то личное, там, отправить послание миру, то ему тяжело, 100% тяжело, потому что, когда он приходит с каким-то сценарием, там, о бедной женщине, у которой 4 ребёнка, там, нету денег и прочее, то есть, ну все говорят, ну а кто, кому это интересно смотреть? про жизнь, да, все хотят сказку какую-то, там, я не знаю, супергероев и прочее, а кто вот приходит изначально с супергероями, тем, в принципе, ну, открывается дорога, но это я так думаю. А у вас супергерои? Ну, у меня что-то между, что-то между супергероем и каким-то... Посланием миру. Посланием миру, да, не, ну я не заморачиваюсь насчет послания миру, потому что я искренне считаю, что если я говорил какой-то голливудский продюсер, и очень известный, что если вы хотите отправить миру послание, то сделайте рассылку по почте. Ну, а зачем снимаете кино, тратить миллионы долларов для того, чтобы сама выразиться, да? Кино это всё равно развлечение, это искусство для всех. Как там Ленин говорил, что самым важным является кино? Что такое Ленин говорит? Не знаю. Может, и не Ленин, я просто врат. По-моему, все-таки Ленин. Да. То есть, вы снимаете коммерческое кино? Да. А, значит, отношение к авторскому кино такое, что вместо того, чтобы снимать авторское кино, лучше отправить спам-рассылку? Нет, почему? Авторское кино, оно имеет право на существование. Просто всё дело в том, что те люди, которые изначально хотят снимать авторское кино, они должны понимать, что их кино будет смотреть 50 человек. То есть, и они будут кататься по разным фестивалям, и, возможно, там к старости, к ним придёт слава. То есть, да? Меня это не очень устраивает. Как-то я хочу здесь сейчас, да? То есть, ну, и я искренне считаю, что снимать, ну, его же должно много народу посмотреть. То есть, ну, это же для всех, да? А не для эстетов. Ну, как сказать? Эстеты всё равно посмотрят, а кино о чем понять, что там коммерческое кино они ругают. Но это же, в принципе, мало кого волнует. Главное, что люди в кинотеатр ходят, людям нравится. А то, что там думают бородатые критики, это... Ну... Ага, вы сейчас заговорили о походе в кино. А не пугает то, что у нас сейчас в кино ходит не так много народу? Все скачивают локалки, с торрентов, покупают пиратские диски? Ну, меня это не пугает, в каком плане? Я честно, я вот хожу в кино. Почему? Потому что я не могу променять то качество, которое я получаю в кинотеатре, на то, что я там могу скачать в интернете. Понятное дело, что, в принципе, оно не очень отличается там по картинке, или почему-то, да? То есть... Ну, простой зритель, он не отличает. Ему все равно там, на что это снято, там, кто там оператор, кто режиссер. Никто не читает титры, я искренне в этом уверен. Но лично мне нравится, когда я смотрю на большой экран, я там ощущаю этот звук. И мне еще нравится то, что рядом со мной много людей, и я вижу их реакцию. То есть, если нам всем смешно, то нам смешно. То есть, если плохой фильм, мы уходим. То есть... Уходите все вместе. Ухожу, да. То есть, я не парюсь по этому поводу. Но я просто верю в то, что все равно... Ну, 150 рублей – это не те деньги, чтобы не пойти в кино. Вот сходить с девушкой в ресторан – это сложнее. Ну, мне так кажется. Да, вот в кино – почему нет? Как-то так. Я вас приглашаю. Обязательно. Да. В ресторан не забыть сейчас финансовые границы, поэтому... А вот в кино можно. Хорошо. Тогда такой вопрос. Все началось со сценария. Да. Вы же режиссер, вы не сценарист по образованию. Не, вот, кстати, касательно того, что... Какого молодым. Я для себя понял, так видишь, что мне никто ничего не давили снять, если я сам не начну писать сценарий. Потому что, когда приходишь и говоришь, что «Здравствуйте, я режиссер», люди говорят, «А что вы сняли?» Показать нечего. То есть, единственное, что можно сказать, «Знаете, доверьтесь, я талантливый, то есть, сидела там, мама мной гордится, то есть, да?» Но это, как бы, не очень канает. А когда ты приходишь, говоришь, «Вот это я написал сценарий, и я знаю, как его снять». И люди думают, ну, наверное, он знает. То есть, тут появляется шанс это все-таки сделать. И я так схитрил, в принципе. Ну, я не то, что учился, но у меня самообразование, что касается сценарного искусства. То есть, я смотрел голливудские фильмы, долго втыкал, как это сделано. Там же есть структура, есть кульминация, там определенные схемы, да? То есть, вот как раз, что касается коммерческого кино, это банальная схема. То есть, там все очень правильно. То есть, на какой минуте герой должен поступить так, почему, там должен быть враг, да? И оно все очень, ну, оно правильно в этом плане. Поэтому несложно. Можно научиться. А вот такой сценарий, но опыт же начался с «Не родись красивой». Кстати, это вранье. Да? Да. Это вранье, которое я не знаю, откуда оно появилось. Точнее, я, в принципе, знаю, откуда оно появилось. Мы, когда снимали «45 сантиметров» в Екатеринбурге, там на площадку пришли местные журналисты. И как, не хочу, конечно, кого-то обвинить, что они там были некомпетентны и прочее, но, видимо, они что-то не так поняли. И потом появилась статья, что, мол, я писал какие-то диалоги «Не родись красивой». Я клянусь, я этого не делал. То есть, потому что я, честно, я искренне не считаю, что это предмет для гордости писать диалоги «Не родись красивой». И это. А так как остальные журналисты, которые прочитали эту статью, они чем занимаются? Они уже лень писать самим, да? Или там взять интервью. Они уже лень переписать. Они это «Ctrl-C» нажимают, выделяют, нажимают «Ctrl-C» в компьютере, и «Ctrl-V» потом нажимают, нажимают, то есть копируют, и отправляют это по другим сайтам. И так получилось, что я сижу, я себе, когда читаю, я думаю, ничего себе, то есть, я и это писал, так кажется, да. Не, это же, ну как бы стыдно, те люди, которые делали это те, они же, наверное, сидят и думают, господи, откуда этот человек делался, почему он говорит, что он это делал. Поэтому я снимаю с себя всю ответственность. Не, а сценарий опыт, он начался с того, что я, конечно, сейчас, может быть, это не предмет для гордости, но я играл в КВН, очень много писал, штурмовал, то есть, занимался тем, что писал всякие там скетчи, шутки и прочее, да. А потом, когда все равно появляется некий опыт того, все равно же та же шутка, это тоже структура, да. У шутки есть начало, там есть какое-то развитие, есть концовка, да. Все то же самое, только, понимаете, что другой формат. Другой формат, другая манера подачи, да. И просто, когда начинаешь понимать разницу во всем этом, то есть, ты можешь как-то с этим обходиться, да, так скажем, применять это где нужно. И поэтому, ну, понятно, что потом это книжечки читал, а есть же очень много книжечек в этом, во всяких интернет-сайтах и прочее, и читаешь. Как писать сценарий. Да, да, банально, как писать сценарий, ну, там, есть же еще книга, как стать знаменитым модой, но эти я не читаю, то есть, а вот как писать сценарий читал. А как быть режиссеров нету? Есть, есть, но я серьезно к ним не отношусь, потому что, вот что касается режиссура, я искренне считаю, что это дело, дело вот именно каждого, потому что есть очень много режиссеров, которыми я восхищаюсь, но я понимаю, что они делают по-своему, я делаю по-своему, то есть, там, третий делает по-своему, ну, и очень сложно это оценивать, ну, каждого своя голова, да, то есть, на то он и один на проекте режиссер, то есть, и все. Как-то вот так. Если гримеров должен быть с ним три, а режиссер-то один, то есть, ну, вот как-то вот так. Хорошо, давайте поговорим о 45 сантиметров. Давайте. Жанр. Жанр. Триллер. Триллер. Да, молодежный триллер. А почему не комедия, раз вышли из КВН? Ну, я не знаю, мне как-то это, если мы говорим о кино, то я же все равно разные жанры понимаю. Единственный жанр, который я не люблю, если это ужасы, то есть, почему? Не знаю, я вот не смотрю и не люблю. Фредди Крюгер. Мне смешно смотреть на Фредди Крюгера, вот как раз, когда он искренне хочет меня там напугать, как-то мне от этого не весело, да, и не страшно, понятное дело. Это крик. Крик. Что вы делали в прошлом лет? Нет, я просто подумал, что, о, как классно бы сделать триллер, потому что никто его не делал. То есть, никто его не делал именно так, как хочу сделать я, да, то есть, у меня там были какие-то примеры фильмов, ранних фильмов «Братья Вачовских» и прочее, когда все происходит в одном пространстве, то есть, две-три комнаты, да, есть какая-то интрига, приходят люди, то есть, все вокруг этого крутится, да, и я понимаю, что, ну вот, это очень сложно, это как некий вызов, что ли, самому себе, да, вот, смогу ли я такое сделать, потому что легко снимать кино, когда у тебя, там, ты снимаешь во Франции, в Праге, в Чехословакии, в Москве, то есть, когда меняется все вокруг, то есть, в принципе, даже не важно, что персонаж делать, главное, чтобы он ходил, то есть, уже интересно, да, а интересно ли, ну вот, сделать это в замкнутом пространстве, там, к примеру, те же 12, но это интересный фильм, то есть, это один спортзал, вот, по большейности, это один спортзал, но мне было интересно смотреть, хотя это там ремейк, я посмотрел, и 12 злобных мужчин, которые, господи, забыл, и уже ими режиссеры, да, но, оно, оно очень похоже, да, но, это просто под российские реалии, сделано, и оно держит, то есть, кино хорошее, то есть, психологический трейлер, который теряет напряжение, ну, типа того, да, но у меня еще все стильно, то есть, у меня все помолодело, все красивые, то есть, если гангстер, то в пиджаке, то есть, у него пистолет, то есть, красивый, длинный такой, серебряный, то есть, все, все как должно быть, элементы мистики присутствуют? Нет, нет, мистики нет, то есть, здесь просто чистый жанр, в том плане, что, там, убьют, не убьют, то есть, возьмут, не возьму, вот, как это, вот, в триллер, убивает в итоге, ой, да, там, там, столько трупов, что это, это не рассказать, если что-то криминальное чтиво, да, есть что-то, но, криминальное чтиво, это как раз не триллер, но, что-то, в плане эстетики, конечно, похоже, по-отому, как люди выглядят, как они разговаривают, то есть, вот эти, маленькие понты, то есть, они там, есть, такое, прозападное, конечно, да, но я люблю голливудские кинами, что с этим поделаешь, нравится, аж, 45 сантиметров, это что, это длина, это расстояние, длина чего, я не знаю, может быть, пистолета, который будет как-то, нет, кстати, не длина пистолета, все дело в том, что, когда я каждый раз, ну, назвал, типа, 45 сантиметров, особенно женщина, всегда вызывала улыбку, и меня всегда, вот, а где вы такие видели, то есть, первое, что я хотел спросить, да, то есть, ну, как-то я так просто внутри улыбался, все дело в том, что, ну, как бы, любят же говорить фразу, то, что от любви до ненависти один шаг, и вот, я, не то, что изучил, а прочитал, что шаг в среднем, если его измелить, это 45 сантиметров, и то есть, у меня, персонаж моего фильма, да, главная героиня, она как бы проходит этот шаг, то есть, от любви до ненависти к своему мужу, да, то есть, и мне показалось, что это очень интересное название, лаконичное, коммерческое, то есть, да, вот опять же, мне кажется, что вот девочке в 16 лет будет безумно интересно посмотреть, что это за 45 сантиметров в этом фильме, да, то есть, она придет и, ну, увидит другие 45 сантиметров, так скажем, самое главное, что придет и увидит, то есть, вот это. У меня это почему-то вызвало ассоциацию с 21 грамм. Гениальный фильм. Гениальный. Просто обожаю это кино, то есть, ну, 21 грамм я раза три смотрел, причем два раза я посмотрел его подряд, но нет, какой-то ассоциации, нет, ну, просто похоже, потому что это цифры, да, по названию, но так нет, возможно, что-то там в плане... Нет, у него все фильмы гениальные, Сука, Любовь и Вавилон. Да, ну, кстати, а Вавилон менее гениальный, вот как мне кажется, что самый гениальный, это 21 грамм, потом Сука, Любовь и только потом Вавилон, хотя в Вавилоне есть, конечно, потрясающие шедевральные вещи, да, вот эта девочка, которая, немая она, по-моему, что опять же, при всей любви к Голливуду, но он же мексиканский режиссер, имя Риту, и его, то есть мне показалось, что это все очень пригламурено, то есть в отличие от 21 грамм и Суки Любовь, где все очень естественно, то есть там это все грязные мексиканцы, вот это все, вот эти машины, дома, то есть, ну, такая эстетика совершенно, вот видно, что человек получает от этого удовольствие. Колорит. Да, а здесь этого не было, здесь уже все пригламурено, то есть там все безумно красиво, да, и мне показалось, что для такого жанра немного неправильно. Но все равно, когда Брэд Питт и Кель Блаш, это грязно-морокко. Да, 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 А Брэд Питт, я не понимаю, почему к нему предел это относится, это вообще гениальный актер. Я согласна. То есть Джонни Дэп, Брэд Питт, это сыграет все. Да, мне вообще кажется, что если 15-20 лет назад были Роберт Де Ниро и Аль Пачино, которые, ну, культовые люди, да, это боги, то есть, вот сейчас пришло время, вот, Питт, Ди Каприо, как это ни странно, то есть, я понимаю, что после Титаника все мужское население нашей страны его возенавидела, я к тому, в то время учился в школе, я помню, что, то есть Ди Каприо просто вызывал ненависть у мужчин, то есть непонятно почему, наверное, завидовали, потому что все девочки ходили, на тетрадках был Ди Каприо, и все они завидовали, даже я чуть-чуть завидовал. Нет, вот он, мне кажется, он уже раскрылся в тандеме со Скорсезе. Да, конечно, а где же ему еще раскрываться-то? Ну, мне еще нравится этот «Поймай меня, если смож» с Пилбергеном. Круто. А Скорсезе, это, наверное, отступники все-таки, авиатор как-то. Я обожаю Скорсезе, то есть, это для меня Бог, то есть, но банда Нью-Йорка, там Дэниел Дэй Льюис все на себя перетянул, то есть, который в нефти играл, то есть, просто гениальный актер, да, и Ди Каприо там просто потух, а вот в отступниках, да, они молодцы там все. И Мэд Дэймон? Мэд Дэймон, ну вот Мэд Дэймон, как-то я не знаю, я к нему хорошо отношусь, но он мне не очень нравится. Хорошо, раз мы так вот пошли, да, пошли туда вот в Голливуд, у нас сейчас есть такие вот актеры, да, которых можно сравнить вот с этими вот? Нет, честно, нет. То есть, я, ну вот, я всегда люблю приводить пример, вот представь, что мы снимаем с тобой 9,5 недель, там нам нужна Ким Бессенджер и Микки Рурк. Вот где мы возьмем Микки Рурка? Я искренне не знаю. То есть, ну понимаешь, вот я когда смотрю на Микки Рурка, я вот просто, ну, я даже сейчас не беру талант актерский, я просто вижу такую фактуру, да, такой человек, то есть, ну глыба, то есть, вот что-то такое в нем, то есть, в принципе, он может не играть, он может просто говорить, мне этого достаточно, да, то есть, вот где взять, я, ну, я не знаю, поэтому, скорее всего, у нас и нет таких фильмов, потому что, если мы будем снимать, это будет очень фальшиво смотреться с нашими актерами, да, которые, они не будут сексуальными, они будут играть в сексуальных, да, вот эти все темы, то есть, это будет, господи, что ты делаешь, что? Ну, и оно, с женщинами проще. То есть, Ким Бессенджер у нас есть? Ким Бессенджер у нас есть, просто их не ищет никто, я вот опять же искренне, то есть, 90% женщин, которые я вижу на экране у нас в кино, то есть, у меня вызывает немножко недоумение, я не понимаю, почему вообще не играет в кино, то есть, как они туда попали, да, ну, у нас нету ни Шарли Стерон, ни Анжелины Джоли, то есть, у нас нет Мэрил Стрип, да, то есть, почему я сейчас там назвал Мэрил Стрип, потому что там, если Шарли Стерон и Джоли можно сказать, что это просто красота, то Мэрил Стрип, это, ну, это, это талант, да, то есть, и всего этого, ну, я сейчас не беру советское кино, конечно, советское кино, это гениальное кино, сам занимаюсь тем что вот еще в каком плане ну я когда снимай кино я очень хочу чтобы она не было похоже в плане хотя бы чтобы лица были но не то чтобы другие да понятно что медийные лица должны присутствовать это как некое продюсерское решение но хочется чтобы пришел зритель кинотеатр сказал блин а кто этот человек мы живу раньше не видели то есть вот есть у нас все таки то есть ну вот это какая-то у меня внутренняя что ли задачи да мне кажется что когда фильмы выйдут я вас на премьеру приглашу и вы все это увидите да вот но ты сейчас сказали я тоже периодически общить эдивидор на самом деле смотрю редко вот на вот щелка надо по каналам и понимаю что лица одни и те же иногда переключаешь сериалы 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 одни и те же лица одни и те же типажи одни и те же диалоги да иногда путаешься какой сериал смотрим да есть такой сейчас я это вообще называю как стандартный пакет актеров то есть мне кажется что иногда когда люди приходят со сценарием допустим на канал то есть после сценария есть такая графа стандартный пакет актеров и идут фотографии одних и тех же актеров то есть если они одни и те же то утверждает то есть потому что я тоже и если я нагреве ну хоть бы усы приклеили что ли то есть как-то чтобы по другому это было там можно прическу поменять да а зачастую мне даже кажется что они в одном и том же пиджаке ходят все то есть из фильма фильм мне кажется что вот утром просыпать утром просыпается актер у него он даже не едет костюмерно у него есть уже свой чемодан из костюмов то есть он едет то есть открывает свой чемодан и говорит какой мне костюм сегодня одеть ну синенький оденьте пожалуйста и вот он в этом синим ходит а потом уже забыл что в синем он ходил еще и в другом сериале и вот это вот так вот вообще телевизор я уже не смотрю вот я думаю что за интернетом будущее и все потому что если в интернете у меня есть выбор я могу выбирать что мне смотри что это к сожалению по телевизору мне навязывают то есть но я я просто погибаю когда включаю уже 20 лет подряд первый канал и вижу галкина с пародии на жириновского ну уже все то есть уже уже я думаю неужели парень ничего не может придумать то есть но первое что мне влезет голову виду наверно он устал это ну ладно ну устал и переключает весь канал и все то есть но это рассчитан не на нас с тобой я на людей которым за 45 я думаю даже уже за 60 которые сидят дома данина за 45 же люди сидят дома дома пришел человек с работы да он там ну словом машинистом фрезеровщик то и да что он не значит такой интернет ему это все не интересно конечно смотрит это ему смешно то есть его ничего нового не ждет не от этих сериалов не от новогодних утренников на первом да и неважно где бы это ни было вот и все то есть обвинять людей той же какие мы будем 60 мы же не знаем поэтому мне кажется что очень много талантливых молодых актеров в театрах просто вот они не входят в тот самый стандартный пакет актеров да такие там сидела в другом сидел в том что допустим я вот снимаю кино у меня есть ассистент по актерам каждый раз я вижу одни и те же фотографии то есть причем это разные ассистенты по актерам то есть а они же казаниж не ангажированы уже нет смысла продавать этих актеров до просто дело в том что мы ищем актеров только в пределах садового кольца то есть никто не ездит нижний новый город никто не едет екатеринбург никто не видит челябинск но там же тоже есть актеры там есть люди они они красивые талантливые то есть но он сидит к нему никто не приезжает а что приехать в москву самый дорогой город мира то То есть это тоже немного сложновато, да? И вот поэтому оно всё так тухнет. Но это моё мнение. А с точки зрения затрат привозить человека с другого города, это оплачивать ему гостиницу, проживание. Ну да, такая. И всё получается, что мы снимаем одних и тех же людей. Командировочные. Командировочные, да. А там зачем эти проблемы, да? То есть у нас как продюсерами Дановева, зачем эти проблемы? То есть в принципе, что касается там сериалов, либо каких-то очень странных полнометражных фильмов, которые я там наблюдаю, либо которые вообще не выходят в прокат, да? Это там никто не заморачивается. То есть люди, видимо, просто снимают, они что-то там у кого-то воруют, но это не важно, да? То есть что-то там по-любому какая-то своя схема взаимоотношений, потому что по-другому я не вижу смысла, почему люди это делают. То есть я искренне, я не хочу верить в то, что они идиоты, что они читали этот сценарий, он им искренне понравился. Вот в это я верить не хочу, поэтому я думаю, что там, наверное, что-то другое. Какие-то махинации, вот это я уже могу понять. Особенно в эпоху финансового кризиса, возвращаясь к нему. Да нет, мне кажется, просто даже ассистенты по актерам, они не удосаживаются пройти по театрам, по-московским. Ну да, а зачем им это? Понимаешь? Это же надо идти, ходить, надо смотреть, надо вести переговоры, сфотографировать кого-то надо. А зачем, когда, ну, есть уже картинки всем известные, то есть можно их просто принести и всё. Вот, ну, это, к сожалению, у нас лень возведена в культ, честно. То есть, ну, ленивый народ. И я, и ты, и все остальные. То есть я сам, ну, я себя, ну, когда я понимаю, что я ничего не делаю, в каком плане, да? То есть я могу писать сценарий, я могу, но я вот сижу дома и ничего не делаю. То есть либо я просто шастаюсь, сижу где-нибудь в кафе, там, хихиха-ха с кем-то, да? То есть и села бы на мысль, что поднимайся и иди что-то делай. То есть вот, ну, это надо в себе развивать. Хорошо. А вы для своих фильмов где искали актёров? Вот «Кстати». Кстати, мы к этому подошли. Мы так долго спорили. Допустим, «Лопухи». Да, если говорить «Лопухи», у меня есть актёры с Нижнего Новгорода, с Чебоксаров, с Магнитогорска, с Перми, то есть с Питера, если я не ошибаюсь. То есть всё дело в том, я не ездил в эти города, да? Всё дело в том, что там за свою короткую жизнь я очень много ездил по этим городам. То есть это был КВН, я снимал какие-то там вещи, да? И я видел этих людей. То есть, ну, я где-то телефон брал, где-то что, да? То есть, ну, слава богу, мне немного, то есть, подфартило, то есть, да? В каком плане? То есть, что у меня продюсеры, в принципе, на это хорошо отреагировали. То, что я, ну, а что в этом такого? То есть всё равно этот актёр стоит дешевле, чем московский, да? В принципе, ну, оно, в принципе, выходит в ту же сумму, что, ну, он приедет, уедет, да? А зато это некий эксклюзив, пусть маленький, но это эксклюзив. То есть... Новое лицо. Новое лицо, да? Мне всё равно приятно на него смотреть, потому что, если надо снимать с кино охранника, честно, искренне, мне принесли одних и тех же людей. То есть я вижу этих одних и тех же людей в кино, в рекламах. Ну, бугай, он накачался, то есть, куда ему идти? В кино он играет охранников, да? То есть, а я не поленивился, взял охранника из Нижнего Новгорода. Кроме того, что он большой, он ещё и талантливый, он смешной, то есть, он с образованием. Ну, понимаешь, да? То есть, я снимал как-то в Нижнем Новгороде на телевизионную передачу, там, для них, да? Там был... И я вижу, я снимаю актёра, и я вижу, что он потрясающе играет. Я спрашиваю у него, говорю, а вы где-нибудь играли? Он говорит, в сибирском цирюльнике у них там кого-нибудь. То есть, понимаешь, я понимаю, что... Что происходит? Что он здесь делает, этот человек? Я говорю, а почему вы, ну, как-то... Говорит, да, говорит, звали, там, говорит. Ну, как будто издеваются. Но все эти вот пробы, у людей ощущение издевательства, потому что зачастую у нас люди, когда зовут на пробы, они уже все заранее знают, кого они будут снимать, что. А эти пробы, это... Ну, давайте покажем продюсеру, что мы работаем. Нам уже все-таки наш подготовительный период, да? То есть, ну, мне кажется, что в больших конторах, особенно в сериальных, это только так и происходит. То есть, там все все уже знают, когда запускают фильм, либо сериал, все примерно понимают, кто у них должен играть. Вот как-то так. Я сейчас, наверное, раскрываю какие-то тайны. Но у вас здесь нет же никого, никто бы меня не выстрелит, поэтому... А в 45 сантиметров как актеров искали? В 45 сантиметров? Там процентов 80. То есть, люди вообще, которые нигде не светились. Они, ну... Ну, не то чтобы дебютанты, да? То есть, их не знают в широкой массе. И... То есть, мы думали, что вот это клево. То есть, потому что... Ну, все, кто смотрят, они говорят, «О, а откуда он?» Да? И это очень приятно, потому что, значит, у людей вызывает это интерес. Значит, они на него готовы смотреть, да? На этого человека. Просто... Это же все, опять же, упирается в пиар. Конечно, легче рекламировать Хабенского. Конечно, легче. У человека все хорошо, да? Там... Условно... И никто, опять же, не хочет заморачиваться. Но это же можно сделать. То есть, можно придумать какую-то интригу. Для того есть пиарщики, которые тоже очень ленивые. То есть, они знают, во-первых, они говорят, «Ну, надо все билборды по городу развесить. Ну, как? Ну, надо еще на телевидении дать рекламу». Это же и мы знаем. Это вообще, в принципе, может, маленький ребенок. Ну, конечно. Позвонить, куда надо, в контору по размещению. И все разместят. А какой-то придумать банальный, толковый креатив, ну, что-то как-то у них не прят. А когда начинаешь в это вмешиваться, они говорят, «Ну, ты же режиссер, куда ты лезешь?» И думаешь, ну, ладно. То есть, все-таки, медийные актеры – это уже залог какого-то успеха? Нет. Все дело в том, что я искренне считаю, что у нас в стране нет кассовых актеров. То есть, у нас нету Брэда Питта. То есть, да, вот, выходит у нас в стране фильм после прочтения «Жечь». Я не люблю братьев Коэнов. Я не пошел на это кино. То есть, я его, возможно, посмотрю когда-нибудь, да. Даже если любви к Питту, я не пошел. Ну, я не могу смотреть фильмы Коэнов. Они мне кажутся какими-то затянутыми, странными, да. То есть, это все игры в авторский кинематограф для меня, да. Но я искренне считаю, что вот в нашей стране это кино собирает 4 миллиона долларов только потому, что там есть Брэд Питт. То есть, люди на это идут, да. Но у нас нету актера, вот, которым тоже можно снять вот авторское кино. И это соберет 4 миллиона. Этого просто быть не может, да. Опять же, то есть, там, если мы видим «Адмирал» с Хабенским, да, это кино собирает там 40 миллионов. А есть «Домовой» с Хабенским, который проваливается. Казалось бы, да, в чем тема? Просто за «Адмиралом» стоит. То есть, ну, каждая собака знает об этом фильме, да. То есть, я даже когда... Ну, не то чтобы иду по городу, да. Я не знаю, я в туалете сижу, у меня такое ощущение, как будто «Адмирал» вот постер передо мной, да. И все. В этом залогово все. Я думаю, ну, если я не схожу, я, наверное, сволочь. Я последний человек. То есть, я не уважаю свою страну, если я не схожу. Я не схожу. И, конечно, я иду, да, потому что просто возникает ощущение, что я обязан. То есть, меня до такой степени, ну, этим пичкают, да. Это как своеобразный наркотик, то есть. А вот «Домовой», да, это делает независимая компания. У них, видимо, нет таких ресурсов. И я сходил, посмотрел, но я понимаю, что людям... Ну, я чего, ну, господи. То есть, они идут не на актера, они идут на явления. То есть, если пиар-компания, если ресурс, если продюсеры в состоянии сделать из фильма событие, то люди на это идут. Как самый лучший фильм, да, допустим. А так иначе, они возвели это в события. Мы, господи, да, там, ребята из Камеди, да, то есть, мы это сделали. То есть, и я пошел, все с ним, то есть, хотя, ну, казалось бы, да, я ничего нового для себя не увидел, потому что все эти шутки, они заранее предугадываются, да, и прочее. То есть, потому что я там, я силен в риме, я знаю какую-то эту нишу. Но все хает фильм, все его гнобят. Но, честно, вот я был в зале. Со мной сидел, наверное, человек 515-летних. Мне показалось, что им нравится. То есть, нормально, никто не ушел. То есть, это кино для них. Это для фанатов Камеди Клаб. То есть, и все. А зачем кино даже обсуждать? Они сделали кино для своих фанатов, они получили то, что хотели, да. То есть, это вот такие вещи тонкие, которые, ну, мне кажется, что и зрители, и продюсеры, да, там, и прокачки, они должны это понимать, что у каждого кино есть свой зритель. У адмирала зритель, это вся страна. В каком плане, да, потому что, а, есть люди, которые хотят узнать, что у них там в истории происходило. Понятно, что там все соврали, но это неважно, да, то есть, интересно узнать. Есть люди там, которые пошли на эту промо-акцию, да, есть люди просто, да, там, люди вот как раз за 40. Ну, что, ну, они же не хотят смотреть американский пирог. Ну, да. А тут раз, ну, вроде бы что-то историческое. А давай сходим, то есть, и оно вот, ну, кино, да, раз, схватило аудиторию побольше, да, там, Саму Лу Шинь схватил аудиторию молодежную. А оно вот все так вот. Вот мы сейчас, допустим, сделали лопухи, да, у нас тоже все изначально понятно. Мы здесь сделали кино для людей, которые любят КВН. То есть, не для людей, которые там смотрят Аншлаг, не для людей, которые смотрят Камеди. Это чисто для людей, которые любят КВН, потому что у нас главные герои КВНщики, культовый, там, команда КВН «Уездный город», да, то есть, я вообще искренне считаю, что в КВНе за все вот 40 лет есть три культовых персонажа. Это Миша Галустян, это Женечка, который играл в лопухах, и это сам Александр Васильевич. То есть, он, конечно, культовый человек, он лицо, да. Да, и, то есть, мы понимаем, что вот, те люди, которые любят КВН, которые смотрели на Женечку, которых там вне цитологии генетики вызывала смех, то есть, они пойдут на это кино. И, ну, конечно, я не могу, там, будет странно, если я буду очень хорошо говорить о своем кино, то есть, скажут, он уже режиссер, но кино-то еще и смешное получилось. То есть, мы проводим какие-то там фокус-группы, зовем людей, которые это смотрят, да, и, то есть, то есть, хохот есть, он присутствует. То есть, если я смотрел какие-то другие наши комедии, и я там иногда, если, вот почему я смотрю в кино? Когда я смотрю один, у меня возникает ощущение, что, а может быть, я ненормальный, то есть, может быть, ну, я, типа, я идиот, мне это не смешно, да, или что. И поэтому я хожу в кино, чтобы видеть реакцию людей, да, там, школьника, фрезеровщика, то есть, менеджера, еще кого-то, да, там, фотомоделика. Ну, мы все же, мы из разных, из разного социума собрались в одном месте, да, и я вижу, что и эти люди не смеются. Значит, тут проблема в кино, да, а когда вот точно так же я зову на просмотр своего фильма, да, пока что это происходит в монтажке, я зову всех этих людей, которые ко мне не имеют никакого отношения, да, вот просто мы подходим на улицу, то есть, говорим, ну, так всех, да, то есть, давайте вот там в пятницу в 6 часов мы вас ждем, люди приходят, у нас, слава богу, в стране люди отзывчивые, и они смеются. Значит, я понимаю, что если их будет 500 человек в зале, они точно так же будут смеяться, да, а там, я что, я не показываю кино там своей маме, папе, то есть, ну, потому что, когда мы дали посмотреть одному человеку, он сказал, ну, я показывал своему сыну, он сказал, что не очень, то есть, а вы сами смотрели, нет, ну, сын-то посмотрел, то есть, вот эта реакция мне очень странна, то есть, это то же самое, если я, вы мне, вы напишите сценарий, дадите мне, я дам почитать маме, ты скажешь, а вы будете снимать мой сценарий? Я скажу, вы знаете, моей маме не понравился ваш сценарий, то есть, я, ну, то есть, это вот тоже ментальность, да, бороться с этим тяжело, но я очень верю, что когда-нибудь настанет время действительно профессиональных людей, которые, и многие иначе будут на это все реагировать, да, то есть, ну, они будут понимать не просто бизнес, а вообще, то есть, вот как-то так. Сейчас вот немножко хочу вернуться. Я что-то так долго говорил, да? Нет, все хорошо. Главное, что интересно, к «Адмиралу», к «Домовому» иногда складывается такое впечатление, что чем больше рекламируют фильм, тем заведомо уже можно знать, что, ну, как бы... Будет успех. Наоборот, что, как бы, меньше впечатлений произойдет, потому что у меня очень многие, кто смотрел, и «Адмирал», и «Домовому», сказали, что «Адмирал» понравился гораздо меньше. Наверное, может быть, да. Я смотрел и то, и то, но, честно, мне и «Адмирал» понравился, и «Домовой». Я, в принципе, не могу сравнить, потому что жанры разные, да, то есть, честно, я... «Домовой» мне показался очень крепким жанровым кино. Мне это кино понравилось, то есть, да, предсказуем, прочее, но это же жанровое кино, да, то есть, никто нам не открывает истин, и слава богу. Никто не претендует на элитарность, и слава богу, то есть, потому что, если каждый человек будет считать, что вот я сейчас сниму кино, и оно разорвет весь мир, то есть, мы будем смотреть просто какие-то попытки сделать какое-то великое кино, ну, понимаешь, когда это каждую неделю шесть попыток в кинотеатрах, это будет ужасно, то есть, это так не должно быть. На то и люди и должны генерировать все очень правильно, да, как за рубежом, точнее, там, в Штатах. То есть, люди производят в год 300 фильмов, из них 20 – это фестивальное кино, из них там 100 с чем-то – это комедии, есть там блокбастеры, которые изначально, терминаторы рассчитаны на сумасшедшую кассу, да, есть сиквелы, ну, как-то так, у нас пока этой культуры нет, короче, у нас все, типа, кто что снял, то и выпускает. Такая история. Что касается того, что пропадает интерес к фильму, пропадает, но все равно, зато люди на него идут. Намного страшнее, когда вроде бы интерес есть, а в зале 20 человек, ну, кому это надо? Да, а как вы относитесь к работе с непрофессиональными актерами? Хорошо, честно, потому что я считаю, что если я актеров для себя, ну, делю на две половины, да, органичные и неорганичные, есть люди, которые закончили, у них и образование, и все, и они очень хорошо понимают, как это надо делать, но когда он, ну, их не любит камера, вот они встают в кадр, да, вроде бы играют, но на него не очень приятно смотреть, не нравится, как он, я ему не верю, хотя он актер, встает другой человек, да, который, ну, не то, что мне актер, он не с улицы, да, у него просто нет образования, да, он где-то там играл что-то, но он этому не учился, да, у него получается все, ну, в сто раз органичнее и как-то, ну, вот я ему верю, и все, то есть это, ну, я считаю, что это самое важное, либо я верю актеру, либо я не верю, я когда смотрю, я не заморачиваюсь, ой, там, а что он закончил, где он там учился, мне это вообще не волнует, ну, я думаю, зрителей тоже. Так, вот, второй режиссер Станислав Егерев, это на 45 сантиметров. Да, а как вам работалось вместе, не было каких-то творческих конфликтов, споров? Нет, работалось там вместе хорошо, потому что у него большой опыт, в плане, да, он и старше меня, и большой опыт, то есть в плане того, что были вещи, которые мы совещали, да, то есть если там какие-то модные вещи, либо какие-то феньки и прочее, да, то есть это, конечно, там говорил я, потому что я в силу возраста, я, ну, я больше впитываю в себя новую культуру, да, а в нем есть то, что, ну, классика, да, то есть человек умеет вещи, которые, то есть, точнее, он знает, и это очень важно, то есть чтобы не делать глупостей, да, как-то как-то, то есть это все сбалансировано, то есть мы нашли общий язык в этом плане, то есть как это ни странно, после 45 как-то, наверное, раза два созванивались за эти, там, год, что прошло, но при всем при этом, то есть мы хорошо друг от друга отзываемся, это редко бывает, между прочим, чтобы все обычно как-то плохо говорят. Конкуренции не было. Нет. У нас смысл конкурировать, если делаешь один продукт. Вот, да, там, понимаешь, если конкурирует, если он там в другом павильоне снимает свое кино, я свое, и мы снимаем один жанр, да, понимаешь, что мы понимаем, что, ого, мы конкурируем, там, сами того не ведая, а тут-то, господи, что, наоборот, вместе на результат, это самое важное. Самый важный ведь результат, не вот то, что там, о, вы знаете, я там, я вложил в эту душу, это никто не видит на экране, я просто гарантирую, всем на это плевать. Всем важен только результат, да, вот, понравилось или не понравилось, то есть, я сам хожу в кино, мне либо нравится, мне либо не нравится, то есть, я смотрю, как зритель, то есть, минуте на пятой я перестаю, если фильм хороший, он меня цепляет, я перестаю обращать внимание на то, как движется камера, на ракурс, на всегда, то есть, все, меня это заманило, и я уже зритель. То есть, да, сначала, ну, какая картинка-то, о-о-о, ничего себе, это, наверное, у них там какой-то мега-кран там, а потом все, я успокаиваюсь. Вот это уже, ну, это значит, люди делают кино. А какой этап сейчас переживает отечественный кинематограф? Этап? Я думаю, что пришел этап того, что каждый второй снимает кино. И, кстати, знаете, это неплохо. Все говорят, что это плохо, я считаю, что это хорошо. То есть, все равно, да, кто-то уйдет, а даже те случайные люди, которые снимают кино, они перерастут в нечто большее. Там, потому что Роберт Родригес тоже в 22 года арендовал камеру 8 миллиметров, кинокамеру, и снял кино, да, там, за копейки. Принес это в студию Мира Макс, да, там, Харви Байнштейну. И тот сказал, хорошо, давайте переснимем, мы даем тебе 2 миллиона долларов, да. То есть, я о том, что, я верю в то, что начнут появляться такие люди, да. Я себя сам отношу к таким людям, потому что там у меня нет ни богатых родственников, у меня папа не Михалков, да, и прочее. То есть, я понимаю, что, ну, вот, это моя возможность. То есть, я тот же Роберт Родригес, да, который делает вот это вот в каких-то маленьких условиях, и, возможно, у всего этого будет некое будущее, да, то есть, оно перерастет. И, конечно, то есть, это невыгодно каким-то людям, у которых уже все хорошо, да, но то, что кино снимает каждый второй, мне лично это выгодно, да, то есть, потому что появляется выбор. Это правильно, то есть, вот это нам нравится, это не нравится, то есть, я за. Чем больше кино, тем лучше. А какие дальше планы, вот, сейчас вот, как бы монтажный период 45 сантиметров, я так полагаю, что монтажный период Лопухов. Лопухов, да. Да, будете ждать премьер или начнете следующую работу? Я, наверное, начну следующую, потому что, ну, так иначе, те люди, там, которые хотят делать кино еще, им-то я могу показать, да, там, предварительно смонтированный черновой монтаж, там, Лопухов тех же, да, то есть, а так как я в кино уверен, что оно хорошее, то есть, мне не стыдно его показать, да, то есть, я понимаю, что у них скажут, да, ты молодец, и у меня будет возможность снимать там, да, еще. А что касается премьер, то, опять же, да, то есть, мы все понимаем, что наступили там не лучшие времена, то есть, им, может быть, с продюсерской точки зрения будет правильнее просто придержать кино, чтобы выпустить его, допустим, не через шесть месяцев, а через девять, то есть, и оно правильнее, конечно, то есть, в этом случае там, и я скажу, о, там, почему нет, потому что намного... Чтобы сборы были. Да, конечно, намного правильнее выйти вовремя, чем, ой, а давайте-ка мы быстро сделаем, пусть все увидят, да, а получится, что облажались. Я даже знаю, что многие исполнители придержали выпуск дисков. Да, а потому что, ну, диски – это отдельная история, конечно, интернет убивает продажу дисков, все дела, особенно у нас, ну, а что делать? А продажу дисков с фильмами интернет не убивает? Убивает, конечно, ну, все же качают, господи, все это все знают, да, а другой удивляет, как это там появляется, то есть, все-таки оно же как-то появляется, значит, как-то человек проходит кинотеатр, достает камеру, снимает, да, с экрана, и это появляется, то есть удивительно, что, а куда смотрят вот те люди, которые их впускают в кинотеатр, да, они же сумки шарят, то есть, если, ну, вот я когда захожу, они почему-то начинают, вот, меня проверяют, а, видимо, кого-то не проверяет, да, кто попадает туда. А может, там сам охрана, сама охрана снимает, или те, кто… Я думаю, сам директор кинотеатра снимает, скорее всего, я не удивлюсь, честное слово, потому что у него какие-то контакты с пиратами, это по-любому там… Может быть, снимают те же, кто вот в проекторской сидит. Да, кстати, а может быть, и сам режиссер это делает, чтобы еще и дополнительно пиратам продать и заработать. Так режиссер-то может продать в хорошем качестве. Да, уже смонтажца, но тогда все узнают просто, что это был режиссер. Ну, поэтому… Нет, ну, как-то же попадают вот эти вот… Когда на фильме написано, что данный продукт… Не, там предусмотрено все. Ну, вот, понимаешь, это чудеса уже. Это вот… Ну, как-то случается все, да? Вот, когда так… А какие вот планы? Есть уже какой-то проект, который… Да, есть. Ну, опять же, комедия. Я фанат комедий, на самом деле. Не, я просто так вот для себя понял, что… А почему не заниматься тем… Начали мы с триллера? Да. Все-таки вернулись к комедии. Вернулись к комедии. Я вот так подумал, а почему мне не делать то, что у меня получается? Ну, в каком плане? То, что у меня по-любому получается. Просто все дело в том, что когда снимаешь триллер, это же риск. Но в том плане тоже… То есть, в нашей стране вообще, в принципе, никто это не снимает. И думаешь, ё-моё, а вот… А почему вдруг я, да? Или что-то еще. А что касается комедии, то есть, я… В этом плане я в себе уверен. Я очень хорошо понимаю, где… Где, что, как актер должен играть и как это должно быть написано, чтобы это на экране было смешно. Потому что зачастую, да, вот при «Любви камеди» я обожаю этих ребят. Честно, я искренне преклоняюсь перед каждым, потому что делать три года передачу каждую неделю – это безумно сложно. То есть, это кроме восхищения, ничего не… Я знаю, как это сложно, да. Но вот в кино, да, вот я пошел на это кино, я ожидал действительно чего-то прекрасного. Но я увидел то, что, видимо, сценарий был смешной. То есть, когда они его читали на бумаге, он был смешной. А когда они его сняли, он перестал быть смешным, потому что картинка и текст, вот в юморе, это разные вещи, да. То есть, и точно так же это разные вещи, когда ты произносишь это со сцены, да. И то же самое, потому что, если вдуматься, а что смешного там в фразе «шляпу сними»? Вот, да, там, в этих «Кавказской плене»? Вот что смешного? В сценарии написано, он подходит к двери и говорит «шляпу сними»? Ничего, да. Но когда актер это правильно воспроизводит, это становится смешно. В этом нет шутки, то есть. Я просто считаю, что… Опять же игра мимика, взгляды. Да, я просто считаю, что вот комедия, это не прописанная шутка, да, там, взятая из КВН, либо откуда, да. Это вот как раз то, что актер обычные вещи, то есть, мизансцена перерастает в то, что это смешно, то есть. Да, или там, а компот. Ну что, вот да ерунда полнейшая. Вот, в принципе, да, вот, если бы, не знаю, мне кажется, если бы сейчас операцию или там приключений Шурька кто-нибудь принес бы нашему продюсеру и сказал, ну вот, он бы почитал, сказал бы, не смешно. Я больше, чем уверен, так бы и было, да. Вот тут уже как раз вопрос таланта. Актера, режиссера, оператора, оно же все в куче, да, там, художника, постановщика. В этом, ну это же проблема, в этом и проблема, и радость фильма, то, что его делают много человек, то есть, и каждый туда привносит свою долю творчества, да. То есть, нельзя просто говорить, режиссер сделал это кино. Нет, нереально, вот я это не понимаю. Как так режиссер делает это кино? Там еще сто человек за ним стояли. Если бы они не стояли, он бы сидел бы у монитора и просто истерил бы, как это бывает. Где, где, то есть, а этого нет. Где камера, где крат. Да, 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 он сидит истерит, волосы дыбом, борода сюда, то есть, куртка где-то валяется, то есть, я, кстати, очень говорю, что я не отношусь к таким режиссерам, потому что я был на площадках вот таких сумасшедших, которые хватаются за волосы, куда-то убегают, то есть, и все стоят и ждут, а что произошло, куда этот сумасшедший ушел, то есть. Ну, нет, слава богу. То есть, ну, мне кажется, это с головой, в первую очередь, проблема, то есть. И меня искренне удивляет, кто этим людям дает деньги, понимая, что, ой, они, ну, конченые, что ли, вот я так назову это, но это все равно профессия. То есть, ну, вот как, да, если человек приходит на работу, он же делает работу, как это можно, то есть, встать, заплакать и убежать? То есть, ну, не знаю, может быть, я просто как-то слишком приземленный, но как-то так. Более уравновешенный. Да, я более уравновешенный. То есть, я, наоборот, ко мне, удивительно, ко мне подходят, говорят, ты сегодня не в духе? Я говорю, в смысле? Ну, ты такой спокойный. То есть, либо, что мы что-то не так делаем? Я говорю, ребят, если что-то будет не так, я вам скажу. Да, то есть, просто у людей какой-то стереотип, что, когда они приходят на площадку, там, в 9 утра, что обязательно появляется некий сумасшедший, да, опять же, волосы дыбом, да, то перья, то есть, и дела, и он так вот, ну, так очень пафосно ходит, поплачет с веером и начинает им объяснять, как, ну, нет. Это такой вот. Кстати, люди зачастую, я вот смотрю, когда кино, и там режиссер показывает, образ всегда такой, потому что такой сложился стереотип, что это сумасшедший. А нет. Нормальные люди. То есть, если режиссер не сумасшедший, это уже не режиссер, в понятии актеров. Да, кстати, мне кажется, что актеры, я очень часто замечаю, то есть, в первый день, когда, допустим, я работаю с актером, они так, я понимаю, что они внутренне думают, да, они думают, а что происходит, а почему он не кричит, а зачем, я же пришел, объяснил, как надо сыграть, кому-то даже показал, да, то есть, и все, зачем мне кричать, то есть, а у них, видимо, вот они привыкли, что режиссер, то они обязательно должны посадить, поговорить за жизнь, немножко по 50 грамм, то есть, вот это все, у меня нет. Для храбушки, раскрытия таланта. Раскрытие таланта. Нет, я вообще трезвенник, у нас на площадке никто не пил, как-то так, кому не рассказывай, никто не верит, да не может быть, что-то, ну как, это же, е-мое, мы же делаем, нам же дали несколько миллионов долларов, мы же кино делаем, как мы можем выпить, то есть, а давай вот так, снимем, ну нет, как-то так. А для следующего проекта тоже сами будете писать сценарий? Да, буду сам писать, но я не знаю, там буду сам снимать или нет, то есть, это опять же переговоры, то есть, я нормально смотрю на то, что я могу просто, да, там, отдать свой сценарий, то есть, и опять же, если это будет вменяемый режиссер, я все равно с ним познакомлюсь, то есть, меня познакомят и прочее, если это будет вменяемый человек, конечно, пусть снимается, в этом ничего такого нет, то есть, у меня нет этого эгоизма, что я только должен снимать там, и прочее, Я абсолютно нормально к этому отношусь. Я даже нормально отношусь, когда два режиссёра. Это всё опыт, это учёба своеобразная, это общение. Почему бы этим не заниматься? Нормально. То есть сценарий пока написанного ещё нет? Есть. Есть. Уже сценарий написан, уже готов к работе. Да, сценарий же готов к работе, но он просто летний. И даже если сейчас все скажут, что мы точно снимаем кино, никто к нему не будет готовиться, потому что зима. И зачем готовиться за 8 месяцев комедии? Да, это там месяца 2-3, то есть подготовка. Но я думаю, если это начнётся в апреле и в мае, я вас позову на снимочную площадку. Буду хвастаться. Может быть, даже буду истерить, чтобы как-то вы потом сказали, что вот мы были, а там был сумасшедший человек. Даже если всё будет хорошо, рассказать нечего. Ну, мне так кажется. Да, наоборот, рассказать такой необычный режиссёр, такой спокойный. Не, ну сейчас хорошо, скорее даже мне сам стало интересно. Это да. Хорошо. То есть сценарий есть, но сами будете снимать или сами пока... Да, пока не знаю. Ну, дай бог, чтобы сам снимал, конечно, лучше я, чем кто-то другой, да? Ну, там видно будет. Вот. То есть, мы так много говорили про финансовый кризис, я так полагаю, что вас он не коснулся. Нет, честно. Ну, потому что, если честно, я не очень понимаю, что такое Доу-Джонс, активы, акции, баррель, облигации и девальвация. Скажу честно, я читаю все эти новости, все дела, Ну, конечно, я сейчас там утрирую, что ничего не понимаю, но что-то я понимаю, но все равно я понимаю, что я не слишком компетентен, я не слишком умен, чтобы анализировать финансовый кризис, да, либо с кем-то это обсуждать. То есть для этого есть другие люди, для этого у нас есть президент в стране, пусть они занимаются своими делами, а мы своими. Успели закончить проект. Да, да, у меня, слава богу, отсняли, все нормально. А вот то, что у нас как раз сейчас говорят, что финансовый кризис, вопик придется на февраль-март. Не боитесь, что, ну, как бы продюсеры не смогут профинансировать следующий проект? Не, ну что, бояться в лес не ходить или как там, да, там. Но, нет, не боюсь. А что бояться, господи? Все будет нормально. Это я просто больше, чем уверен. Ну, февраль-март, фигня, три месяца, а потом все будет нормально. Ну, не в марте начнем готовиться, в апреле начнем, в мае начнем, а лет это оно до сентября, ну, то есть вон люди в ноябре снимают летние истории, то есть нормально это все. Ну, в июле снимают зимние. В июле снимают зимние, зимние, да, но это видно. То есть потом, когда я смотрю, там искусственный снег сидела, снег не тает. Но опять же, я искренне считаю, что над этим нельзя заморачиваться. То есть, ну, это кино. Если все будет по правде, будет неинтересно, я гарантирую. Ну, я думаю, что у нас уже эфир подходит к концу. Я хочу домой уже, да. Да, спасибо большое, что были сегодня у нас в гостях. Дорогие друзья, с вами была программа «Театр наизнанку». Напоминаю, в гостях у нас был кинорежиссер Сарик Андреасян. Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!